В Сургуте реализуется план по улучшению качества водоснабжения в жилых домах. В городе синхронизировали действия по процессу промывки сетей на всех этапах доставки воды до потребителя. Речь идет о совместной работе ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Программа разработана по поручению главы города Андрея Филатова. Специалисты проанализировали локации, откуда чаще всего обращаются встревоженные жители и определили зоны с наибольшим отклонением качества воды от нормы. Одной из таких стал район жилого комплекса «Возрождение». Там сегодня работали специалисты департамента городского хозяйства, горводоканала и управляющей компании. На заседаниях штаба Сургута неоднократно отмечалась необходимость наладить межведомственное взаимодействие, что позволит качественно лучше обслуживать и магистральные, и локальные сети. Процесс идет последовательно. Сначала до границы жилого дома работы ведут поставщики ресурса и владельцы трубопроводов. Сразу после них промывку в границах своей ответственности производит управляющая компания. В некоторых случаях требуется привлечение транзитных организаций. Самыми крупными из них являются городские тепловые сети, Сипромстрой-18, Северо-Западная тепловая компания. Всего же до октября в городе планируют прочистить 28 километров сетей водоснабжения. На заседании очередного штаба по вопросам городского хозяйства, который состоялся в октябре 2022 года, рассматривался вопрос периодических отклонений качества питьевой воды, ну, соответственно, в связи с обращениями граждан. Главой города Сургута Андрею Сергеевичем Филатовым дано поручение внимательно проанализировать данные обращения и выработать комплекс мер, который будет направлен на улучшение качества водоснабжения. В департаменте городского хозяйства отметили, что в этом году в Сургуте изменили подход к формированию графика промывки. Ранее в числе первых были те участки, которые не очищали несколько лет. Сейчас приоритет отдадут тем фрагментам сетей, которые находятся в районах, откуда чаще всего поступают жалобы на качество воды. В качестве профилактических мероприятий производится промывка водоводов. Данные работы выполняются в соответствии с планом мероприятия, согласованными с управляющими компаниями и, соответственно, утвержденными департаментом городского хозяйства. Значит, выполняется промывка водоводов с использованием сжатого воздуха, подаваемого периодически в водопровод, заполненный водой. В данном участке выполняются работы в 13 этапов. Сейчас завершается седьмой этап. Работа выполняется с 10 апреля по 29 мая. По завершению каждого этапа производится лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентом.